здравствуйте дорогие друзья пятница перед нами вот-вот шаббат первый шаббат месяца элул поговорим о царствах царство небесное это царство земное они похожи то что происходит на небе очень похоже того что происходит на земле и вот из этого мы можем очень многие вещи выучить перед нами скоро суд суд который буквально через месяц лишним каждый из нас будет стоять перед великим судом что надо делать человеку вот представьте себя в земном царстве у него суд через месяц ну и от этого зависит вся его жизнь состояние с взаимоотношения что начнет делать начнет сразу как-то из какие-то пути тайные не тайные там и так далее то же самое сейчас начнем с тайных написано что смягчение суда происходит капала говорит с помощью жребия потом вот ты не знаешь что делать начни сегодня постепенно движение к раскаянию движение к очищению движение к хорошему приговору что такое по если вы помните был такой жребий подобный козлу а за зелью речь это жребий который благодаря которого происходило это искупление повин правильности и народа в ем кипур как она происходила первосвящение в храме брал двух одинаковых козлов и делал жеребьевку какой из них будет принесена в жертву а какой будет отправлен а за зелью в пустыне объяснение этому давал рабин ахман из браслова очень интересно человеку следует взять две монетки бросить жребий один жребий всевышнего втором а за зелью монету на который пал всевышнему даст на подаяние а вторую монету на которую падал жребий а за зелью пусть выбросить просто выбросить тем самым смягчается суд и привлекается счастье вот мы начали с такого необычного а теперь вот давайте поговорим о простых вещах написано в торе он будет давать тебе в долг а ты ему давать ними не будешь что я была одна из история один человек пришел к святому магиду из толны он расширяет бизнес ему нужен большой кредит он подал заявку в банк который выдает кредит и вот он просит чтобы рэб дал браху чтобы проверяющие приняли правильное решение кредит был одобрен когда он закончил говорить тишина молчит праведник поскольку ничего не происходит он подумал что не расслышал или траби благословите меня наклонился к нему что получить кредит и праведник увидел что намеков человек не понимает и сказал я всегда проявлял осторожность чтобы не проклинать ни одного человека я даю только благословение конечно говорит собеседник я как раз хочу благословение нет сказал ради не благословение ты хочешь а проклятие это написано напрямую вот тексте он будет давать тебе в долго ты ему не будешь если ты хотел благословение в нем говорится вторе в другом месте ибо бог всесильный благословил тебя как говорит тебе будешь ты одалживать многим а сам не будешь брать долг и посетитель стоит растерян и не понимает что и праведник обратился к нему соутешающий говорит если уж хочешь благословение попроси чтобы с браха пришла на твой бизнес чтобы сумел его увеличить не влезая в долги а кредиты это проклятие торы порабощение настоящего ради будущего потому что раб должен перед чеком должник перед человеком одалживающим и в письмах даже хазу ниш например делает список наставлений для учеников ешивы и что он пишет их 6 всего и в них заключен целый мир и одно из наставлений тщательно остерегаться чтобы не брать никогда ни у кого в долг деньги а теперь вернемся к нам и для чего мы это рассказываем день суда уже вот он приближается месяца что такое как не день расплаты это это можно уподобить человеку который взял кредит в банке обязался сделать выплаты оставил в залог свою квартиру взятый день не в банке израсходовала выплаты сделать не может предупреждение игнорирует что остается приходит выгонять его из квартиры кому он может пойти тогда с претензиями только к самому себе о чем здесь опять-таки и говорится еще глубже чек совершил в течение года всякие поступки там грехи желая насладиться насладился ну пусть хотя бы начнет выплачивать долг начать исполнять какие-то заповеди что-то сделать чтобы на вторую чашу весов что-то положить уравновесить чашу грехов срок приближается вот он уже отрубят в шафар уже посылает предупреждение если игнорировать начнут отнимать написано не дай бог или имущество или здоровье или еще не дай бог что кому пойдешь с претензиями и поэтому вот такая реальность у нас здесь такая реальность просто управляющий банком наверху склонен к милосердию хочет сделать нам добро он готов стереть все долги но с условием что человек должен пообещать не влезать долги считать как-то выплачивать их что есть раскаяние что такое шула когда грешник прекращает грешить устраняет грех из мыслей и решает его больше не повторить и сожалеет о прошлом знающие наверху он знает серьезно ты это решил или нет и долг стирается тогда не остаются только заповеди а представляете с какой улыбкой встречают того у кого шикарный положительный счет в банке хорошего нам счета в банке брахавы от слухам в банке брахавы от слухам